Очередное испорченное 1 сентября. Ученики одной из школ Саиногорска не могут дождаться окончания ремонта и вынуждены будут заниматься в стесненных условиях. Реконструкция длится долгие пять лет. Деньги на нее регулярно выделяет компания «Русал». Городской администрации остается лишь освоить финансирование, но с этим она справиться не может. Рассказывает Виктор Буров. Каждый год ждем, что дети пойдут. 1 сентября 2021 года. Это очередная дата, когда после ремонта должен был открыться один из корпусов шестой школы. Так обещал глава Саиногорска. Но на деле администрация только сейчас приступила к поискам подрядчика, который откопитали второй этаж здания. Сейчас помещение выглядит как после бомбежки, а детям вновь предлагают учиться в стесненных условиях в соседнем корпусе у две смены. Я работаю, а ребенок со второй сменой за ней следить некому, когда я на работе. С утра хоть можно просмотреть, чтобы ребенок собрался. Контроль только чисто на телефоне, но это неудобно. Домашнее задание тоже с утра делать неудобно. Я работаю, а ей домашнее задание нужно делать. Ютиться в одном корпусе будут 600 детей. Одних только в первых классах в этом году набрали 6. Открытие второго корпуса шестой школы в Саиногорске ждут уже 5 лет. Устали и школьники, и родители, и педагоги. Ну или учитель отработает в первую смену, и потом занимается внеурочной деятельностью, саморазвитием, методической работой, проверкой тетради, или в две смены. Представляете, у нас вторая смена заканчивается, ну, крайнее время, это около, практически около 19.00. Вот во сколько может прийти? Мама домой, да, мама. Учитель тоже мама чья-то. По мнению саиногорцев, за 5 лет можно было бы построить новую школу, а не просто отремонтировать один из корпусов. Это при том, что городским властям даже не нужно было изыскивать средства. Деньги выделил Русал. За всё время компания инвестировала в объект уже 100 миллионов рублей. Поначалу, когда работы курировались сами металлурги, ремонт шёл уверенными темпами. Были приведены в порядок спортзал, кровля, классы на первом этаже. Но с 2020 года, когда расходовать средства стала администрация Саиногорска, всё буквально встало колом. 1 января 2022 года я очень надеюсь, что мы школу откроем. И шестая школа сможет заниматься у нас в первую смену. Ну а пока в стеснённых условиях, в хороших условиях на территории второго корпуса шестой школы позанимаемся. Несмотря на то, что новая очередная дата открытия корпуса названа, подрядчик до сих пор не определён. И когда начнутся работы, неизвестно. Между тем, в середине июля Русал перечислил ещё один транш, дополнительный более 16 миллионов рублей. Вести, Хакасян.